Тебя выбирает нечто другое, неземное и духовное. Но оно не дает тебе руководство, а лишь оставляет подсказки, знаки и безмолвные намеки. Не воспринимай эти знаки как простые совпадения, прислушайся к ним, погрузись в их глубину. Быть может, тогда ты разгадаешь, куда указывают их стрелы, ведущие к твоему предназначению. Ты не притворщик. Вот признаки того, что ты избранный. Ты не можешь играть роль, притворяясь кем-то, кем ты не являешься на самом деле. Если что-то кажется тебе неправильным, ты предпочтешь уйти, чем фальшиво доигрывать до конца. Быть нечестным – это просто не в твоей природе, это чувствуется тобой как неверное. Ты также плохо ладишь с людьми, которые неискренни, будь то одержимые материальным, любители сплетен или грубости. Ты не можешь с ними по-настоящему соединиться. У тебя особый дар – радар, позволяющий издалека распознавать фальшь. Это врожденная способность, отличающая тебя как избранного. Ты верен не только себе, но и наделен способностью распознавать, когда другие люди ведут себя искренне, а когда нет. Ты жаждешь большего. Ты не тот, кто доволен рутиной повседневной жизни. Пока другие находят комфорт в обычных действиях и рутине, ты всегда чувствуешь, что есть нечто большее, некая более значительная цель, ждущая тебя где-то там. Сама идея просто вписаться и делать то же, что и все остальные, ощущается для тебя как ловушка, в которую ты не хочешь попасть. Ты понимаешь, что в жизни есть нечто большее, чем просто обычная работа и следование общественным правилам. Тебя не сдерживают ограничения, которые, кажется, удерживают других на одном месте. Ты знаешь, что существует большой, удивительный мир, который далеко выходит за рамки средней, заурядной жизни. Как сказал поэт, ты выбираешь дорогу, которую меньше избирают. Ты предпочитаешь путь, отличающийся от того, что выбирают большинство. И ты знаешь, что этот выбор сформирует твою жизнь особенным, уникальным образом. Ты проходишь через многое. Многие призваны, но избраны лишь немногие. А избранные – самые сильные, самые стойкие, готовые к самым трудным испытаниям. Как избранный, с самого начала твоя жизнь предназначена быть наполненной вызовами и трудностями. Но эти сложности служат определенной цели. Они закаляют тебя, делают сильнее и мудрее. Пройдя через темные и тяжелые времена, ты приобретаешь навыки и понимания, необходимые для того, чтобы вести и направлять других, сталкивающихся с собственными жизненными испытаниями. Твой опыт позволяет тебе стать маяком для тех, кто потерялся или страдает. В каком-то смысле трудности, которые ты преодолеваешь, могут предотвратить многих других от необходимости пройти через такую же боль и страдания. Сталкиваясь и справляясь со своими вызовами, ты облегчаешь путь для тех, кто придет после тебя. Каждый сложный момент в твоей жизни, каждая боль, каждое испытание и проверка имеют за собой определенную причину. Ничто не проходит бесследно. Эти переживания существуют, чтобы помочь тебе духовно возрасти и обрести мудрость, необходимую для того, чтобы сделать мир лучше. Даже когда ты сам проходишь через тяжелые времена, ты каким-то образом находишь в себе силы, чтобы помогать другим справляться с их собственными трудностями. Ты проходишь через многое. Многие призваны, но избраны лишь немногие. А избранные – самые сильные, самые стойкие, готовые к самым трудным испытаниям. Ты жаждешь истины. Хотя ты и сам этого не всегда осознаешь, твои действия играют роль спасителя и целителя для окружающих. Ты не просто заботишься о себе, но и служишь помощником, улучшающим жизнь людей вокруг. С самого юного возраста ты был тем, кто жаждет истины. Ты не боишься ставить под сомнение устоявшиеся порядки или бросать вызов общепринятым убеждениям. В то время как другие просто следуют за тем, что им говорят, ты предпочитаешь слушать свое собственное сердце и идти своим путем. Ты всегда задаешь вопросы и ищешь более глубокий смысл в жизни. Тебя движет глубокое любопытство к тому, чтобы исследовать и понять тайны существования. И ты знаешь, что настоящие ответы не всегда кроются где-то во внешнем мире, зачастую они находятся внутри тебя. Как сказал Сократ, неизведанная жизнь не стоит того, чтобы жить. И ты действительно веришь в это. Таким образом, ты находишься в поиске, на пути исследования себя и познания своего истинного Я. Ты не просто проживаешь жизнь, а глубоко копаешься, чтобы понять и себя, и окружающий мир. Ты — черная овца в своей семье. И это еще один признак того, что ты — избранный. Ты всегда чувствовал себя иным, не таким, как окружающие. Возможно, ты даже задумывался, не усыновленный ли ты, настолько не похож ты на свою семью. Когда они все идут в одном направлении, ты выбираешь противоположное. Возможно, твои политические взгляды отличаются, или ты просто воспринимаешь мир уникальным образом, который они не понимают. Ощущение такой непохожести иногда может делать тебя одиноким, отдаляя от семьи. Ты словно маршируешь под другой ритм, и никто вокруг не слышит музыку, которую слышишь ты. Это может быть трудно — чувствовать себя чужим в мире, который должен казаться тебе родным. Но это также знак того, что ты предназначен для чего-то иного, для чего-то более масштабного, чем просто вписываться в общую картину. Ты — хороший человек. Несмотря на то, что в прошлом с тобой плохо обращались или пытались тобой воспользоваться, ты все равно выбираешь быть добрым и делать добрые дела для других людей. Это происходит потому, что у тебя очень чистое сердце, и это является большой причиной того, почему ты — избранный. Ты — тот, кто естественным образом хочет радовать других людей, иногда даже позволяя им брать от тебя больше, чем следует. Дело не в том, что ты слаб. Просто помогать другим — это часть того, кто ты есть. Это заложено в твоей природе, в твоем ДНК. Ты не делаешь это из слабости или наивности. Это неотъемлемая часть твоего «я», желание делать мир лучше, даже если это иногда означает жертвовать собой. Некоторые могут подумать, что они используют тебя, но ты позволяешь этому происходить, потому что ты — природный даритель. Ты чувствуешь себя самим собой и более живым, когда отдаешь другим, даже если взамен не получаешь многого. Это твое дарящее начало, явный признак того, что ты особенный, избранный для более высокой цели. Ты обладаешь внутренним знанием. Как бы ты ни пытался его игнорировать, глубоко внутри ты знаешь, что ты избранный. Это ощущение в твоей душе — неугасаемый огонь, который твердит тебе, что ты здесь для чего-то большого, что ты предназначен менять мир. Ты чувствуешь себя старой душой, будто живешь дольше, чем твои годы. Тот способ, каким работает этот мир, люди, командующие друг другом, вся эта ненависть и борьба, просто не имеет для тебя смысла. Иногда ты чувствуешь, будто принадлежишь к другому, далекому от этого месту и находишься в сильной тоске по этому неизвестному дому. Это ощущение очень глубоко в тебе. Ты не такой, как все остальные, и ты здесь не просто для того, чтобы следовать течению. Ты здесь, чтобы менять вещи, улучшать этот мир. И как бы ты ни пытался отрицать это, твой призыв не исчезнет. Люди не любят тебя. Иногда они просто не любят тебя, даже если ты ничего плохого не сделал. Это может сбивать с толку, особенно потому, что ты хороший человек. Причина в том, что твоя доброта, внутренний свет в тебе вызывают дискомфорт у некоторых людей. Твоя инаковость, твоя миссия по улучшению мира, твое стремление к чему-то большему, чем обычная жизнь, все это делает тебя непохожим на окружающих. И это отталкивает тех, кто предпочитает оставаться в рамках привычного. Твой свет как будто высвечивает тьму в других людях, те их стороны, которыми они не гордятся. По мере твоего духовного роста этот внутренний свет будет сиять все ярче. И хотя многие будут любить тебя за это, некоторые могут реагировать странно или даже отрицательно. Важно понимать, что это на самом деле не связано с тобой. Это о их собственных проблемах и внутренних противоречиях. Поэтому не позволяй никому затмевать твой свет. Продолжай быть удивительным человеком, которым ты являешься, и отпусти всю негативность. Верь, что твоя вселенная поддерживает тебя, и помни, что ты ведом и защищаем свыше. Не беспокойся о тех, кто тебя не понимает. Просто продолжай сиять, ведь ты здесь для более высокой цели. Ты веришь в куда более высокую силу. В отличие от некоторых, ты с большим уважением относишься к идеям духовности, к могуществу вселенной или Бога. Ты видишь то, что ускользает от других. Ты понимаешь, что все происходит так, как должно, в соответствии с высшим планом. Ты – то, что называют работником света, чья задача – привносить свет и любовь в этот мир. Глубоко внутри ты знаешь, что это твое истинное призвание. Именно поэтому, из-за этой важной миссии, тебе дано руководство и защита свыше. Тебе не нужно бояться ничего, ведь ты идешь по пути, специально проложенному для тебя, и ты не одинок в этом. Субтитры создавал DimaTorzok